В данном отчете отражена деятельность ревизионной комиссии по выполнению задач в сфере внешнего муниципального финансового контроля в 2020 году. В 2020 году ревизионной комиссии подготовлено 39 заключений на проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составлено 17 актов и одно заключение. Контрольная деятельность ревизионной комиссии за формированием и исполнением бюджета включает в себя две стадии. Это стадия предварительного и последующего контроля. В рамках предварительного контроля ревизионной комиссии проводилась экспертиза проекта решения о районном бюджете на 2021-2023 годы. При проведении экспертизы проекта бюджета было установлено, что проект бюджета был сформирован в отсутствии утвержденной стратегии и приоритетов социально-экономического развития района. В нарушении норм бюджетного кодекса и положение в бюджетном процессе в районе по прогнозу социально-экономического развития района разработан при отсутствии в администрации Ачинского района утвержденного порядка его разработки. При анализе представленных главными администраторами доходов районного бюджета методик прогнозирования поступления доходов в бюджет района было установлено, что представленные методики управления муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений, управления строительством ЖКХ в полном отъеме не учитывают всех положений действующего законодательства. Также в представленных методиках прогнозирования поступления доходов управления образованием, управления муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений отсутствовал алгоритм прогнозирования доходов на плановые периоды. В ходе проведения экспертизы проекта бюджета району не предоставилось возможной проверить достоверность плановых показателей по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, так как управлением муниципальной собственностью не были представлены расчеты и обоснования прогнозных показателей. В нарушении норм бюджетного кодекса в проекте бюджета района не были предусмотрены доходы от реализации муниципального имущества, а также были запланированы расходы на исполнение полномочий сельсоветов по решению вопросов местного значения, которые переданы на уровень муниципального района, при фактическом непринятии к исполнению данных полномочий на момент внесения проекта бюджета в районный совет депутатов. При проведении экспертизы проекта бюджета района было установлено несоответствие одноименных показателей по налогу на доходы физических лиц на 2020 и 2023 годы, которые были отражены в приложениях к проекту бюджета и реестре источников дохода. Также в 2020 году ревизионной комиссии в рамках реализации соглашения о передаче полномочий ревизионной комиссии Ачинского района по осуществлению внешнему и спальному финансовому контролю была проведена экспертиза 9 проектов бюджета в сельсоветах на трехлетнюю перспективу 2021-2023 годов. В заключениях на проекты бюджетов сельсоветов было отражено 67 нарушений и 51 замечания по проектам решения, приложениям к ним прогнозированию доходов, прогнозам социально-экономического развития территории сельсоветов. В рамках последующего контроля ревизионной комиссии проводилась экспертиза проекта решения о подтверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год. Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что основные параметры бюджета 2019 года были выполнены. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета были установлены резервы пополнения доходной базы районного бюджета за счет погащения существующей недоимки по налоговым платежам, задолженности по арендным платежам за земельные участки и муниципальному имуществу. В 2019 году бюджет района у нас исполнялся путем реализации 14 муниципальных программ. Освоение средств выше среднего было достигнуто по 10 муниципальным программам. На неисполнение плана по 4 муниципальным программам повлияли невыполнение работ по заключенным муниципальным контрактам в установленные сроки, заключение муниципальных контрактов в последние дни календарного года, невыплата субсидий ресурсоснабжающим организациям, экономия средств, сложившихся по результатам проведения конкурсных процедур торгов, отсутствие положительной экспертизы по проектно-сметной документации, незаключение контрактов по запланированным закупкам и отсутствие потенциальных заявок от получателей субсидий. В нарушении бюджетного кодекса оценка эффективности реализации действующих на территории района в 2019 году муниципальных программ производилась при отсутствии в администрации района утвержденного порядка о его проведении. По результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета, один сотрудник управления муниципальной собственностью земельно-имущественных отношений был привлечен к дисциплинарной ответственности, а администрации района был разработан порядок оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ. Заключение на отчет об исполнении бюджета в 2019 году было подготовлено ревизионной комиссией с учетом в данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 15 главных администраторов и получателей бюджетных средств. При проведении внешней проверки бюджетной отчетности, представленных казенными бюджетными учреждениями района, нарушений, которые бы могли привести к искажению консолидированной отчетности района за 2019 год, не выявлено. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов и получателей бюджетных средств в целом отмечено соблюдение основных принципов и правил ведения бюджетного учета, однако одним главным распорядителем не проводился финансовый контроль, тремя главными распорядителями не осуществлялся внутренний финансовый контроль и семью главными распорядителями не проводился внутренний финансовый аудит. Отдельными учреждениями по-прежнему допускалось неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в переплате по обязательным страховым сносам, оплате пений, штрафов, судебных расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации возмещения по постановлениям контролирующих органов и исполнительным листам в общей сумме 2 млн 185 тыс. рублей. В 2020 году было также подготовлено 9 заключений по внешней проверке исполнения бюджетов сельсовета, входящих в состав района. А в ходе проведения внешней проверки исполнения бюджетов сельсовета за 2019 год было выявлено 113 нарушений норм действующего законодательства, 19 ошибок архиментического и технического характера. В качестве основных нарушений и недостатков отмечены такие, как отсутствие либо частичное незаполнение отдельных форм отчетности, непроведение инвентаризации имущества и обязательств, неосуществление полномочий по внутреннему контролю, внутреннему финансовому контролю, аудиту, неэффективное использование бюджетных средств в виде оплаты пений, штрафов, судебных расходов по исполнительным листам, переплате по страховым взносам в общей сумме 727 тыс. рублей. А в рамках контрольной деятельности была проведена проверка исполнения Ключинским сельским советом требований законодательства при формировании и расходовании средств на оплату труда в 2019 году. По результатам данной проверки были установлены следующие нарушения. А в решении Ключинского сельского совета, регламентирующем нормативы формирования расходов на оплату труда, размеры 6-месячной надбавки за классный чин был установлен в сверхдопустимых размерах. При расчете денежного содержания пяти сотрудникам были допущены счетные ошибки. Пяти сотрудникам при начислении отпускных выплат компенсации за неиспользованное отпуска было неверно учтено фактически начисленное денежное содержание, количество фактически отработанных имитней, а также не было проведено индексации ранее начисленного заработка. При предоставлении ежегодных очередных оплачиваемых отпусков трем сотрудникам не в полном объеме была выплачена единовременная выплата при их предоставлении. Одному сотруднику была выплачена компенсация за часть ежегодного оплачиваемого отпуска за фактически неотработанный период. Одному сотруднику при достижении стажа муниципальной службы пятилетней было произведено увеличение доплаты за услугу лет. При своении очередного классного чина одному сотруднику было произведено но на 113 дней позже установлено срок. Выплата окончательного расчета при прекращении трудовых отношений одному сотруднику была произведена неосвоевременно. Одному сотруднику не в полном объеме было перечислено на банковский счет начисленное денежное вознаграждение. Было допущено превышение фактически начисленного фонда оплаты трудовыборных должностных лиц и муниципальных служащих над его предельным назначением на 52,4 тысячи рублей. По итогам проведенной проверки решение, регламентирующие нормативы формирования расходов на оплату труда, было проведено в соответствии с нормами действующего законодательства. Была доплачена недополученная заработная оплата в сумме 51 тысяча рублей, обеспечен возврат неправомерно начисленных перечисленных выплат в сумме 24,7 тысячи рублей. То есть все финансовые нарушения были в полном объеме устранены. Также в 2020 году была проведена проверка исполнения Истребовским сельсоветом Ачинского района требований законодательства при формировании расходов фонда оплаты труда в 2019 году и в текущем периоде 2020 года. По результатам проведенной проверки были установлены следующие нарушения. Структура администрации сельсовета на протяжении почти 12 лет не актуализировалась, не утверждалась Истребовским сельским советом депутатов, несмотря на то, что в ней происходили существенные изменения. Одному сотруднику классный чин был присвоен на 365 дней ранее положенного срока. При расчете денежного содержания одному сотруднику были допущены счетные ошибки. Четырем сотрудникам при начислении отпускных выплат компенсации за неиспользованные дни отпуска было неверно учтено фактически начисленное денежное содержание, количество фактически отработанных ими дней, также не произведена индексация ранее начисленного заработка. Двум сотрудникам при прекращении трудовых отношений не начислялась и не выплачивалась компенсация за неиспользованные дни отпуска. Одному сотруднику было занишено количество неиспользованных дней отпуска, подлежащих компенсации при расторжении трудовых отношений. Ни одному из муниципальных служащих не начислялась и не выплачивалась единовременная выплата, полагающаяся к отпуску. Выплата окончательного расчета при прекращении трудовых отношений двум сотрудникам была проведена несвоевременно. По результатам проведенного контрольного мероприятия сотрудникам сельсовета были выплачены недополучные отпускные выплаты, компенсации за неиспользованные дни отпуска в общей сумме 98,4 тысячи рублей, обеспечен возврат неправомерно начисленных и перечисленных выплат в размере 7,7 тысячи рублей. За нарушение сроков выплат отпусков, окончательных расчетов при прекращении трудовых отношений четырем сотрудникам были выплачены компенсации в общей сумме 3,3 тысячи рублей. По итогам проведенной проверки два сотрудника администрации Истребовского сельсовета привлечены к дисциплинарной ответственности, глава Истребовского сельсовета привлечена к административной ответственности. В 2020 году в соответствии с годовым планом работы ревизионной комиссии было проведено экспертно-аналитическое мероприятие проверка использования бюджетных средств, выделенных на ремонт структурных подразделений централизованной клубной системы в 2019 году. При проведении данного мероприятия были установлены следующие нарушения. 27 из 28 заключенных контрактов на ремонт структурных подразделений были заключены неконкурентными способами закупки. Экономия средств районного бюджета, полученная в результате применения конкурсных процедур торгов, составила 71,2 тысячи рублей или 0,9% от произведенного объема закупок. Перечисление предоплаты за выполненные работы по одному контракту было произведено с нарушением установленных сроков, просрочка составила 8 дней. По одному заключенному контракту при перечислении окончательного расчета за выполненный работ не была учтена сумма ранее перечисленной предоплаты, что привело к образованию переплаты в размере 120 тысяч рублей. Данная переплата была в полном объеме возвращена на счет централизованной клубной системы по истечении 17 календарных дней после ошибочного перечисления. По 14 контрактам приемка выполненных работ была осуществлена комиссией в неправомочном составе. При ремонте Орловского сельского клуба, Ястребовского сельского дома культуры, Ключинского и Малиновского культурно-досуговых центров подрядчиками частично не были произведены работы, предусмотренные локально-сметными расчетами, а также завышенных объемом фактически произведенных работ на общую сумму 199,2 тысяч рублей. Директором централизованной клубной системы не велась претензионная работа с подрядчиками по устранению дефектов, появленной в ходе эксплуатации санузлом Малиновского культурно-досугового центра и отмостки в Орловском сельском клубе, несмотря на то, что данный ремонт объекта находится на гарантийном сроке эксплуатации. По результатам проверки, после проведенной претензионной работы в Орловском сельском клубе, Ястребовском сельском доме культуры и Малиновском культурно-досуговом центре подрядчикам ранее не произведенные работы были произведены в полном объеме, устранены все дефекты, которые выявлены в ходе эксплуатации от ремонтированных объектов, а сумма завышения локально-смертного расчета по Ключинскому культурно-досуговому центру была возмещена в доход бюджета. За нарушения выявлены в ходе экспертно-аналитического мероприятия два сотрудника централизованной клубной системы и один сотрудник управления столицы ЖКХ были привлечены к дисциплинарной ответственности. В 2020 году в Орловском комиссии также подготовлено 19 заключений на проекты решения Советов депутатов, в том числе 5 проектов на корректировки бюджета и 14 заключений на проекты, затрагивающие бюджетное законодательство. В ходе проведенной экспертизы было выявлено 7 нарушений и одно замечание. При принятии проектов муниципально-правовых актов все нарушения и замечания, которые были выявлены, были учтены субъектами правотворческой инициативы. В течение 2020 года председатель ревизионной комиссии принимал участие в работе заседаний постоянных комиссий СССР Ачинского районного совета депутатов. В конце 2020 года со всеми 9 сельсоветами, входящими в состав района, подписаны соглашения о передаче ревизионной комиссии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В рамках реализации полномочий по участию в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, председатель ревизионной комиссии принимал участие в работе межведомственной группе сформированной Ачинской городской прокуратуры. Также в течение всего 2020 года на основании заключенных соглашений осуществлялось информационное взаимодействие с Ачинской городской прокуратурой и управлением Федерального казначиста по Красноярскому округу.